Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии за Англию в 7R Stivalization 6 Gathering Storm в режиме случайных дерево технологий и социальных политик. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Да, мы очень далеко, у меня отдельный континент, и я тут, сколько хочу, могу расселяться и спокойно жить. У меня тут такая нервность хорошая жизнь. Ну я бы тут расселялся, конечно. Честно, я бы вообще ни с кем не воевал об этом. Люкс, если ты можешь подойти там ко моему лучнику, помочь с парами разобраться. Войни в великой норвежско-американской дружбе. Господи. Что? Ну, не был такого успея. Какие же против ферми приклыли. Так что, все старисенька. Так, еще два заряда. Ну тут бы еще эту купить. Клетку. Добрый. Наконец-то скоро появится, может, стоять дикаго. Мне кажется, тут фиговый город. Скорее всего, этим поселенцам поплыву туда. Тут, видите, хоть места какие-то есть. На плюс два. Ну, плюс три. Золото, что такое золото. Я тебя понимаю. Господи, ну вот там-то, как клетка, среди континента практически. Кто-то еще сидит в племенном. Можешь действительно меньше. Американец. Я лично тоже. Но у вас с культурой прям проблемы. Да, и я не могу построить еще до конца второй кампус. Потому что это твоя пряность и не дает возможности. Ну, американцу, мне кажется, стоило просто качать пингалу на культуру. А наук он бы брал с кампуса. У него там горы, я смотрю, так нормально завезло. Да и джунгли тоже есть. Уже от пингала надо на два прокачать. Я готов с кем-то торговаться на шелк. У меня скоро будет много шелка. Я готов с ним торговаться. Норвега есть оливка. Одна оливка. Оливки у меня есть. Тогда мы не заинтересованы. Тут плотненько все. Ну, сахар у меня есть. Ммм, сахара, кто это говорит? Твой лучший друг. А, скилл. Я не помню, чтобы мы до таких отношений находили. Надо было отвечать мистер Дето, Вилли Вонка говорит. Нет, я теперь всегда, где бы я ни играл, я сначала открываю. А потом думаешь, да, у нас есть такая система. Тамерис, у тебя сахар, я слышу, есть. А мне нужен вот такая стенка, тебя интересует. Мой очень добрый друг. А первый раз мы на что... Это вот явно мой полуостров просто тут, я думаю, города 2 можно поставить. У меня просто забили. Один тут и один тут на реке. Так сказать, распространять свое торговое дерево. Ну, наверное, я поставлю тут город. Тут же производство есть. Можно какой-нибудь всех было пляности у тебя. Можно будет построить этот общенный. Ну вот. А так все хорошо. Как и вон. Все хорошо. Храм Василия Блаженного. Что-то заканчивается. Стройте три разных строя, а так я и не сделаю. Два производства просто в Берлингеме 2. Это сложно, когда все районы далеко. Нет, но я гамань священка, еще можно было кампус воткнуть давно уже. Или ППшку. Ну, я вчера, там, единственное место, где бы я мог не засрать холмы и поставить ППшку, оно все тонет. Как бы, как бы, как бы... А если вы, допустим, у тебя затопило район, кампус, поселенцы, а потом ты его сможешь поставить снова или нет? Сейчас совсем по-другому шуму сможешь. Так, обидно знаешь. Амбар. У арены гентаря можно обмениваться? Интересно. Можно. Но почему нет? Такой же ресурс роскоши. Ну да, да. Мне надо, ты плевать. Странный вопрос. Ну да, да, да. У меня, как в прошлой игре, всегда есть одна игра, которая до сих пор никто не встретил. А, две дачи, подожди. Я еще знаешь, какую игру вспомнил? Да, я вот игру вспомнил, когда вся карта спонсировала твою захватку, ты, мне кажется, не вынес урок из твоей игры. Так, еще раз, мне все хорошо. Повторяю, это, 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 по-моему, вопрос самому к себе был, да, такой внутренний монолог. Я даже знаю, потому что у нас тоже бы заканчивать отстать. Спасибо, что на фон. Ну кто-то не должен следить. Ну да, ты очень хороший друг, кстати. Чего-то звучало. Почему сразу? Почему, блин, так я тут не высажусь. У нас свои терки, у тебя свои терки. С таким количеством юнитов. Может мне сюда лучше тогда лучника везти. Ну я же на тебя никак не оскорбил. Так, значит, у нас до гавани 5 ходов. Не грязно. В принципе, можно еще посила поставить. Так, посмотрите. Тут посилов нет, этот один сюда. Да, нужен еще как минимум один посил. Как минимум еще один нужен. Так, этим я не хочу рис обрабатывать. Я, возможно, его вырублю. Я бы лучше вот здесь шахты поставил. Когда деньги накопятся. Так, тут сменю. Если я пересозеренею Гран-Конг, то будет причин для войны между нами? То есть прям тотальный геноцид моего народа обеспечен, да? Да. Мне это нравится. Я опыт собираю пожертвования для скачей. У меня очень плохие истории с Римом, конечно. Ну вот теперь он на Риме уже. Я нет, я просто не ваню в простой игре. У нас были плохие. А, Караген, мы же с тобой тогда с ним соседствовали. Ты Легиона научил плавать, Караген, по полю? Подождите, слушайте, а просто Хьюман это не тот чувак, который накуренный как-то играл, нет? Я, да, да. Понятно. Все ясно. Ну, виден, просто человек, он может тебе позволить. Да, Стрела страсти, а ты играл под другим состоянием, да. У нас тут сбор. Все просто люди, я просто понял. Не дружу. Блин, давайте... Нет, не хочу я. Я думаю, что его не слышно. Приходит. Да. Нет, слушайте, ну, Стрела страсти просто отыгрывала Россию. Все. Да, да, я помню, да. Ты посмотри на минус 2, какой еще штраф тебе за это дается. Минус 10% же, так? Ко всему. Я не знаю. Я предлагаю созвать конгресс по поводу захвата распилы этого шелкового дома. Я очень думаю, что тут смех. Мне кажется, он опять накуренный. Принем, он модул встретил. Да нет, ну, просто он счастливый человек. Обновление к Циви вышло. Счастье-то какое. Караген, убери этого скаута со скота. Троян, может, это дрожьба моя? Я делегацию к тебе отправил. А? 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 Как тебе такое? Троян. Да, тут нормально, кстати, я поставлю. Ну, не прям супер, но вполне. Вот на месте... Давай делегация, Миша. Прямо этого. Вместо где мне... Где мелочника высадить? Я пойду. Если хочешь. Потому что ты тоже хочешь, чтобы ты меня обращал. Так, тут у нас стоит 45, тут стоит 65. Ну, ладно, давайте, наверное, эту выкуплю. Ну, у меня просто в Бирмингеме вообще производства нету. Я не знаю, надо быстрее хоть что-то сделать. Я еще подумаю по поводу города здесь, но, мне кажется, не имеет смысла. Торговый путь, полка, водится, торговый путь, торговый путь. Блин, у меня очень плохо с развитием. Все, у меня нету ни производства, ни... Просто ничего нету. Ну, не настолько. Только в Племуте Петра строится, интересно. Шестьдесят семь ходов. Да, ну, я, наверное, проще сделаю, я... Когда построю гаваню, я просто из Племута начну отправлять... Троянчик. Не хочу, мы шел. Отправлять караваны на производство. Где-то у нас союзы вообще. Ну, вот, наобив. Кстати, а союзы кто-нибудь открыл? Ну, я имею в виду, знает где они. Пока нет. Кто, кого потеряли? Союзы. Лучше мне скажите, где карточка на разграбление побережья. Ээээ... А, это военная подготовка, доход от мародерства. Ты че, нашел кого грабить? ГДшку нашел. Когда военная подготовка? Нет, Петра, я так хотел Петру. Правда, она у меня 67 ходов строилась, поэтому, как бы... Чайкарно. Вот такие богатые, начнись со света. Я сижу, чай попиваю. Это тебя так с чайка штырит, да? Чайкарно, видимо. Слушай, ночи бывают разные. Желтые, белые, красные. Ой, меня белый рыцарь атакует. Критики и развлечения откроются и союзы в следующем. Слушайте, а может мне высадиться и поставить город? Просто я боюсь, что я этих варваров мечником и лучником не убью. А если я поставлю город, то это вполне... Наверное, имеет смысл ставить на оленя прямо. Подождите, стоп. А почему может удалиться клетка с рыбой? Почему? Ну, ты выловил всю рыбу и нету рыбы больше. Она как бы исчезла, вот просто была и все, нету ее... Тогда какой-то этот произошел, катаклизм-то. Да. Блин, у меня так... У меня гаврия такая хорошая. Я, в связи с городом государства, выражаю тебе протест. Подобно. Ну, она слишком близко стоит. Ну, как бы она в очень хорошем месте. Это единственный город, который с горами. 52-й ход мне ни одного района вообще. Ну, из-за тебя какой-нибудь ресурс нет. Ты атакуешь город-государство, я... Ну, похоже, я еще сюда ставлю город, и все. То есть у меня семь городов, и мне, собственно, больше негде. Какие-нибудь города-государства захватить? Кахоке-Умсо сложно. Я бы Буэнос-Айрес, наверное, тогда думал. В сторону захвата Буэнос-Айреса. Причем морскими, да. Это можно. То есть думаем в сторону захвата Буэнос-Айреса потом. Сейчас, блин, злые всадники чуть не убили меня. А это как у нас получается откупать Саньку вот так? Так, два хода у нас до гавани. Да, я, наверное, буду прям сюда город ставить. Что бы кто ни говорил, а четыре города, это мало. Четыре города. Ты же хвалит? Созеренешь? Нет. Подожди, что же хвалит, что тебе там селиться, есть куда. В смысле, есть, но это, говорю, это мало. Я говорю, что им надо больше. Надо, стоим тут, ждем. Я просто плотно застраиваюсь как-то. Надо постоять кораблем, потому что может появиться корабль варварский и захватить посело. Странно, почему пряность нельзя убрать? Вот как-то странно это все-таки. Ну, потому что это ресурс роскоши. Ну, ресурсы роскоши и стратегические не убираются. А почему так нельзя? Вот шелк, ну, пойми, ну... Я жутко извиняюсь, а что влияет на престиж клетки? А, ты, подожди, а там должно быть написано. Посмотри. Пригород и престиж, там очень много всего. Начинает шаг, заканчивая чудесами свет, когда. Нет, мне важно то, что если я ставлю район рядом с клеткой с потрясением. Смотря какой район. Если производственный, то минус будет. А если театралка, ну, блин? Театралка плюс будет. Хорошо, спасибо. Священка, театралка плюс и что-то еще плюс дает. Аквапарки, наверное, с развлекательной. Ну, в прямом. То есть гуль не близко к тебе, а этот город будет близко? А, на оленей ты имеешь в виду, который в тундре? Ну, да. А, я думал на маленький остров, который там правее есть. Блин, ты зачем мне на этот остров-то че? Ну, не знаю, мало ли. Сейчас я буду с какими-то мечниками этого не убили. Не, не должны, по идее. Были бы эти лучники, может быть, и убили бы. Вот так. Ого, а эти четыре коня куда скачут? Ну, а не варвару защищают. А дипломатическая площадь, она то же самое, что это правительственный квартал. Люкс предложения. Она будет давать бонус? Просто это не прописано нигде. Она будет давать обычный москоп и бонус. Потому что она расплелена. Понимаю, это не лично, правда. Ну, да, лович, не как обычно. У меня все логично. Ох, Дим, мне к тебе пел калам побежал. Здорово. Надеюсь, это караван дружбы. А есть плохие караваны? Да. Лешок, подлеваем дружбу. Да, я со всеми дружу. Отстань, ты мне дашь пройти моему разведчику? Ацтек. Как туда? Он, где ты? Я просто бежал. Скиф. Надеюсь, дружба. Сколько ты хочешь. Так, давайте я тут отложу. Зачем ходим, тут гавань будем, начнем строить. Откроем бесплатно друг другу проход, да, вот это. Открывайте, но устроена какая-то неправильная. Да, да, пись, пись. Нет, дружба, любовь. Да, тут производство, производство. Немножко роста. Так, тут мы откладываем гавани, отлично. Я сейчас город ставлю, и он исчезает. А, ну окей. О, Везувий. Так, драмы и поэзия. На юморке, свинниковой ярмарке, гильдии. Победный наш. Молюсь на контур форс просто. Блин, мне поход туда надо идти для соседства. Два рынка. Ну, свинниковой ярмарке можно начать открывать. Конечно, шикарный военный лагерь просто. На в лицо тебе. Ты понимаешь, мое возмущение, да? Я удивлен, что американец еще жив после такого военного лагеря. Нет, вчера не военный. Вот тут, видимо, военный лагерь. То есть, в двух клетках от столицы, да? Военный лагерь, я правильно понял? В двух, да. Нет, не столица. Ой, Кристиансона, Кристиансона. Нет, Алисуна выше там. Ну, в Кристиансон тоже можно в военный лагерь влепить в лицо. Это как бы уже все. О, это плохо, это плохо. Показываешь, типа, можно пострелять в вас, не буду. Не дошел. С подъеду, попробую мечником сюда убить. Следующим ходом и лучником высадиться. А я хочу. 50 науки как-то. Значит, обмеденно как-то. Ага, я понимаю тебя прекрасно. Эх. 50 науки, блин. Не знаю, куда-то сам оставить. Нет, почему знаю. У меня есть. Я не знаю. Такому-то сам оставить. Мне, где ставить, неважно. Гамном, где плюс 4, где правительственная площадь, все. Но, остальное, у меня розочка получается красивая. Поэтому, я хохохо. Кайф. Тебе повышаю до 100 золотых. Хех. Так, а что, ну, тут по... У меня стоит поездка на лагерь. Ку-близ морю. И я еще один максимальный шлементерок ставлю. Из-за него морских труда. У меня 11 в морской город. Отлично нам приходит. И тот, это, такой, знаешь, не очень. Ну, он уже построил, блин. Поделимся информацией, сколько у кого золота вкапает. Ну, Норвежс 44 культуры. Ты хочешь поднять ставку до 150. Блин, реально, откуда у норвежца столько культуры? Нанмадол, что ли? Если я ставлю... Понятно, Нанмадол. Иван, у меня будут обрубаться на бонус. Его надо перекупить. Я просто за Америку последний раз играл. Очень, да. У меня лично очень мало копыль золота. Я разочаровался. О, я госслужбу нашел. Давайте сюда, чтобы мне не разграбили, если что. Я думаю, следующий мой будет, великий ученый. Я не буду от них отставать. Так, ну, в климат можно уже не отправлять, и я не могу построить. Да, я и говорю, я не хочу от них отказываться, то есть это моя прелесть. Хочешь, никто не спрашивает. А почему у меня, допустим, у великих людей, я смотрю, у меня почему-то мимо красного цвета вопрос. А у нас с тобой лишь получается это закрытое море вообще. А тут везде закрытые моря. А у меня с другой стороны закрытое море с норвежцем. Тут я так понимаю, что эта карта не на Пангею больше похожа, а на 7 морей скорее. Да, я в Америку, а острова есть, я согласен. Но тут острова, три клетки, чай и два джона. Да нет, я не понял, все просто. Просто по полострову под воду уходить. Не важно, хорошие клетки, не хорошие. Не всегда тут варвары у вас. Да, у нас тут тоже проблемы с вами. Да, там еще у корейца Вавилон. Да, моя пупсик. О, метку, пожалуйста, мне на корейце. Да он справа от меня. Да за что, отца? Получается слева от себя. Вот слева вниз плави, и ты его встречаешь. Да, не надо меня встречать, я хороший, добрый человек. Бабаешься, не с другими, ошибаешься. Я уже слева внизу поплавал. Нууу. В желтом море я чувствую дыхание в мою спину. Нет, мне кажется, он внутри, сильно внутри пентинента. Да, я глубоко. Так, что, больше не грабить начало? Ничего больше, грабить. Наверное, одна, один ход оставался, но я лучше сейчас обработаю. Эх, скучно у тебя как-то ацтек. Он какую-нибудь другую клетку добавит. Я думаю, скорее всего, либо камень, либо рыбу. А кто-нибудь уже видит, где союз? Игры развлечения, открой. Ну вот я сейчас открываю, как раз они над ними. Я вижу игры развлечения, да, я тоже вижу союза. Прикольно, близко. Блин, у тебя еще и большой барьерный риф. Ну, зашибись. Как себе чудо, если честно, большой барьерный риф? Ну-ка, четыре науки такое себе. Еще и у столицы. Нормально. Вторая клетка, вертись в форму. Ну, это, это то, что... Ну, можно расти и науку получать за это. Да, посмотрите, что тут. На карме мира, видишь, что пошли жителей стараться. Сейчас седьмой был. Господи, когда этот твек закончится-то? Ага. На четыре хода еще? Я устал, перебирать. Я, конечно, думаю, я не использую великого пророка. Я жду, чтобы закончить наш тачки не надо. Ну, блин, а где? Ну, уже 51 из 39. А где? Я лично не ухожу зато. Стреляющие. А вот судостроение я уже открыл, да. Блин, надо, наверное, все-таки ставить... Ладно, тут построятся гавани и маяки, и мне надо будет... Я без науки буду учить, без кампусов. А можно как-то заставить в государство копать ресурсов близко к нему? Как-то? Ты можешь сам обработать. А нет, если он, допустим, ну, клетка, то есть в радиусе его, но он ее еще не открыл. Можно как-то способствовать открытию этой клетки? Кроме послов там. В смысле открыть? Ну, допустим... Чтобы он ее захватил? Да, чтобы под свой контроль получил, и я потом обработал... Нет, нельзя. Ну, как, караваны отправить или... Каждый отправленный караван в год государства захватывает клетку. Только ты не можешь конкретно выбирать, какую клетку, но... Или, скажите, караван или посол что-то я забыл. Посол, посол. Да, украин посла я спрашиваю. Ну, Люкс, зачем ты вот это в конце делаешь? Ну, скажи. Ну, зачем? То есть, ну, блин. Это мой город. Вообще без вопросов. В конце, в начале. Это мой город. Если бы ты его не пересюзеренил, а просто... А тебе не кажется, что можно поделиться немножко культурой, и чтобы все когда-то пособирали? Нет, нет, нет. Я поделился бус-культурой с любой другой морской... Ну, не морской державой. С тобой я не буду делиться культурой. Никак. Не сюзерень в конце хода. Вот сейчас за сюзерень. Уже три минуты. Короче, надо открывать... Гей-гей. Надо амани брать и посылать туда. И открывать все, что дает... А, ну, собственно, я это и открываю. Если бы это делал кто-то другой, я бы вообще без вопросов. Но не морская цивилизация с уникальной гаванью. Ну, так у меня есть вопросы к тебе, что ты получаешь с этого культуру? Ну, хорошо. Но у меня нет уникального района, у меня все, у меня стоит только на побережье две гавани. Какая разница уникальная-то и уникальная? Ты получаешь столько же культуры, сколько и я с уникального. Ты можешь поставить новый город и там сразу поймите... А хвача требует как бы селитру? Или она... Вот у меня... Кои-то юнит. Он требует селитру или нет? Слушайте, вот тушу мне сразу... Эти дают? Я думал, только на новом континенте такое. Да, это круто. Так, я сейчас тут кучу морских юнитов взаимею. У тебя мужский какой-то ресурс появился, которому ты хочешь обменяется? Нет? Нет. О, все, что у меня было, я с тобой пообменяю. Роян, амаш янтарь на алмаз? Как тебе такое? Я один алмаз. Ну... Ага, рыба все-таки. Ну, на следующий ход сможешь... Рыба так рыба. Чентарь, ты хочешь конкретно, да? Я пишу в нормальную веку, выхожу, блин. Я думаю, да, можешь им тоже мне дать. Ну? Значит, появится обменяемся. Эсли чё, Кроген, у меня в Мирви будет сидеть Рейна. У меня, по-моему, туда и ходит, Калан. А, не, в покровку у меня бегать. Пока что, не знаю, не ходят хотя бы. У меня пока еще... Что, я заканчиваю ход, а мы... А ты как-то не ходил. Ты такой, посмотришь, что у меня есть хороший друг, да? Ну, да. Тогда, может, я тебя и по науке догоню. Ну, в смысле, это же... Нельзя же договориться на дружбу, на всю игру. Ну, почему? Смысл в этом. А зачем? А ты будешь побеждать, и чё мне делать? А мы договоримся на всю дружбу. Я помню, видос, где это... Не помню. Там... Египет чуть ли не выиграл по культуре. И все мы все объединили. Войну. Я не помню, но это название по конкретному. Боюсь, такая же учить меня постигнуть. Наверняка. Все, 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 может быть. А может, меня вынесут скоро. Это там мало. Кто знает. Это может быть, может и нет. Блин, все-таки... Все-таки в нормальный век. Давайте посмотрим, сколько ходов. Два хода. Этот я не успеваю достраивать, не успеваю. Один ход. Еще одно очко эпохи, да? Мне не хватает 7 очков. Еще 6 очков. Уникальный я точно не сделаю никакие... А плюс то соседство кампуса увеличивает, допустим, если что-то света дает культуру. Это культура или науку. Он увеличивает баф конкретно этим? Чего? Ну вот, допустим, соседство от кампуса плюс 100%. Он увеличивает, как бы, эффект от чудо-света, допустим, конкретно культуру или науку, что он дает. Только от соседства районов. А где у тебя отсток живет? Где-то справа от тебя или выше? Ты про меня говоришь? Да. Норвежцы, там, религии, как бы... Относительно 9 вход. Но вот выше, там... Вот в Вавилон, ты видел? Он будет за религию покупать поселенцев. Вот вверх, вверх, вверх. Окей. Там где-то он горит. О! Кого я встретил? Горга. А я, кстати, там выиграл... Так это, а Союзы в итоге кто-нибудь нашел? Да, вообще-то. Уже говорили после игры развлечения Союза. Так, а игры развлечения где? В самом биологии. В самом верху. А, сверху. Короче, мне нравится этот режим, потому что нельзя, типа, знаешь, спланировать... Чё, скиф? Привет, говорю, скиф. Искала же меня вот на... А, привет. Что, может, мне еще... Меня встречает? Что, может, кто где-то поставили города? Можно будет. Кузой. Ну, я только... А, ты открыл уже, как бы, селитро? Да. Ну, конечно, этот режим прикольный, ничего не могу сказать, но генерация карты все равно оставляет желать. Ну, не без этого, да. Сколько человек на континенте Северной Америки в итоге? Пятеро? Май на континенте Вент, мой дву... Я один, как бы. Ну вот, а опять человек на Северной Америке просто сидит. А, нет, мы континенте Вент общается, я и ацтек, все. Да, то есть, это единственное. Опять, где-то там лагерь в тундре появился. Я, наверное, поплыву защищать поселы тут, высажусь. Я не думаю, что меня могут убить. Вот сюда я встану. Люкс, а у тебя через сколько будут союзы? Из два хода. У меня через семь, так что? Через семь? Да, пока отложу, наверное. Иф, а ты какой хочешь союзы включить? Не знаю. Я твоих городов пока не вижу, вообще никаких. Ну? Как и ты моих. Ну да, пляс. Я бы с ацтеком был, кричу, я вижу его города, а вон мои нет. Сейчас приду. А, ну, я тебя жду с распасертыми объятиями. Да, шесть очков не хватает. Леш, как тебе идея культурного? Ммм, культурно, ну да, в принципе, можно. Я там метку поставил, ты же туда не пойдешь, правильно, ставить город? Не, выше нет, нет. Может, ты метку ставишь? Ну, у меня дальнейший план тут город ставить, захват Буэнос-Айрес, а тут еще что-то поставить. В принципе, ты единственное, мне даже нападать, то есть, даже если предположить нападать на норвежцев, то я даже не усилиюсь за его счет. Я могу забрать эти города, но это потом американцы уже берут. То есть, это что ему на меня, что мне на него нападать, это чисто чтобы нас ослабить, чтобы кто-то из нас не победил. Но я даже не могу усилиться за счет норвежцев, понимаете? То есть, тут у норвежца проблемы больше с американцем, на самом деле. Ну, то же самое касается Скифа. Зачем мне вот эти города, которые я не могу удержать особо, и они будут, то есть, если только уничтожать и ослаблять Скифу, и все. Получается вот такая ситуация. Блин, все вышли в золотой, кроме меня, зашибись. Ну, так мы сейчас паузу ставим, да? Да. Ну, или бесконечный ход. А, да, да, таймер просто уберу. Собственно, а вот хоровой музыки... Плюсы в чёт, подправьте, кто здесь. А вот хоровой музыки, допустим, я беру синагогу, но плюс пять кверу, у меня будет столько же культуры в родни? Нет. Синагога — это не храмы на святилище. Вдеально. Там же пишут, культуру дают за храмы и святилища. Я не очень понимаю синагогу к этому. На святилище. Плюсы в постройки, которые ты ставишь после храма, третьими, и они берутся в религию. Да. Я сейчас себе выбираю такую. Плюсы поставьте кто-то здесь. В чатик. Плюсики. Давай, сейчас выбираю просто. Ну, только Михаил не поставил. В смысле, восемь. Раз, два, три, четыре, да. Да, всё, все. Блин, кстати, к этому лагерю не пробраться немножко плоховато. Ну да ладно. Хм, строительство может строительство исследовать, кстати. Вот, водяная мельница. Так, ну строительство давайте. Войную инженерию нет смысла открывать. А я водяную мельницу только в Бирмингеме. А тут мне сначала надо верфи построить, да. Ну, подождите, где мне, у меня вот тут лучше, да. Претензии? Что мы будем выбирать? Корею. Ну, я, корее, ещё не встретил. Блин, у нас обе религии у двух людей, которые рядом друг с другом. Я даже не знаю, типа, как бы обидно и одному, и другому будет, мне кажется. Я не думаю, что кто-то захочет распространять религию. Ну, я уж точно на чужие города не буду этого делать. Короче... Больше себе для бонуса. Не знаю. Ну что выбирает ты из религии? Я могу дать плюс 10 американцу, потому что мы с ним всё договорились на союз. Леводоизм, ну, как капли есть. Я бы, наоборот, дал бы этот осуждать. Потому что осуждение это всего лишь... Блин, блин. Я не успел вообще ничего проголосовать. Кому мы там генериар... Ничего, никому. Всё, я не успел, короче, вообще проголосовать. Я тоже не успел, а ты так быстро-то. Не знаю. Это таймер такой стандартный? Это минута была, да. Это стандартный таймер, да. Это, кстати, Fast Dynamic таймер там больше дает времени именно на голосование. Ну, супер. Посмотрим, что... Так, на... Претензии ко мне? И претензии ко Виктория. Зашибись. Чё, какие ко мне претензии, я вообще не понимаю. Как кобычу. Я его сейчас очень сомневаюсь. Ой, я за всё озирение в Вонгконг. Скиф. У нас всё зирене в Вонгконг. Ну, бывает. Ты же не будешь на меня злиться. Ты же сказал, до 6 доведёшь и всё. Ну да, хорошо, хорошо. Это бывает особо вспыльчивое, который... Эх, ты же свалочь. Бывают, бывают. Я не спорю. Блин, Бонусарис, конечно, тяжело брать просто каравеллами, например, только с двух клеток. Мне бы... Так, я беру здесь Амани и в нон-модел. Наверное, поплыву отсюда лучником. Блин, и морскую традицию... Ну, вообще, морская традиция без версии как бы не очень. Так, строительство мы как раз ускорим следующим. То есть, откроем и следующим ходом оно ускорится. Получается. А тут караваны купер. Получается, богатые на великих торговцев, да? Скоро будет. Так, а что у меня с ресурсами вообще на роскошь? Какие-нибудь ещё есть вообще необработанные? Уникальные я имею в виду. Походу, нету. Опять оливки. Да. Вот сахар. Сахар надо. Ещё один. Последний. Блин, мне туда кавапарки стопудово надо строить. Потому что иначе просто счастья не будет. Люкс. У меня союзы через... Вот это их наука за счёт того, что они в Золотом веке взяли соседство. Блин, меня убьют, если я высажусь. Блин. Рим, заключим договор о проходе между нами бесплатный. Блин. 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 Да, давай. Ну, принимай. Я тебя отправил. Блин. Блин. Вот так я живу. С тобой будем дружить. Блин. 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 Норвежец Мавзолей в Геликарнасе не строит в случае. Дроген. А, чё? Берёд, дружить будем. Мне и юниты нужны. Ну, я валету иду забирать. Знаете, я, наверное, в Брэдфорде построю всадника. Поставлю карточку там сейчас на всадников. Поэтому в Брэдфорде я куплю торговца. Она в таких горах находится. Здесь я построю торговца. Посмотри. Я собираюсь ставить город. Хотя в следующем ходе я его тоже могу купить. Поэтому... Поэтому давайте строителя, чтобы здесь обработать. Потом надо будет выбрать вот этот и кампус построить. Мне кажется. Ты знаешь где? Я говорю республику. Ты что-то знает? Ну, нормально. Нет. По твоему стопам. Всё отлично. Блин, а маяк сколько стоит купить? 240. Нет, чел. Конечно, торговца куплю. О, римлян ко мне не пришел. Дружище. Я сейчас стою по науке сильно. Все кампусы только на плюс в два. Да. Вот это не выход сейчас в золотой век. Это серьезная проблема у меня. С повелоном, конечно. Потому что, видите, сразу почти в два раза начинаю отставать от норвежца. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!